Сам Октябрьский переворот, а до 27-го года большевики его называли Октябрьским переворотом. Праздник назывался до 36-го года первый день мировой революции. Потом в 36-м году появляется термин советский патриотизм, и вот это вот уходит. Демьян Бедный получает свою порцию критики, начинается действительно, так сказать, подъем патриотизма по школу Покровского громята. Но вот вся история русской революции и гражданской войны, вы знаете, вот это иллюстрация того, что Гегель называл коварством истории. Вот смотрите, британцы и американцы, каждый в своих интересах, они стимулируют революционный процесс в России. К власти в России приходят люди, уже в марте вот этих вот людей, так сказать, Сталина вообще посылают из Москвы, так сказать, подальше. Троцкий занимает место Бонч-Бруевича, генерала, то есть интернационал-социалисты, которые стремятся к мировой революции, они берут власть. И Октябрьский переворот, это, так сказать, вот по последствиям, не последствиям, это их триумф. И Свердлов, Троцкий, Ленин, именно в такой последовательности, потому что главной фигурой с весны по осенью 18-го года в советском руководстве был Свердлов, безусловно. Так вот, эти люди, которые пришли с помощью, так сказать, американского, так сказать, капитала к власти, ну им нужна мировая революция, для этого нужно запалить гражданскую войну в России. Что они делают? Троцкий провоцирует конфликт Чехословацкого корпуса и местных властей. Вы считаете, он его спровоцировал? Смотрите, возвращаются Чехословаки, так сказать, в Чехословаке, находятся в Сибири. Но это требовало немцы и австрияки. Да, немцы по Брестскому договору Чехословакова должны были выдать туда, где их повесят. Но Чехословаки с оружием, а Австро-Венго без оружия. И в Челябинске они встречаются и начинают чистить друг другу хохотальники. Логично разоружить тех, кто с оружием. И вдруг Троцкий, а ведь Чехословакский корпус был, он считался частью французской армии. И вдруг Троцкий дает телеграмму разоружить чехословаков и выдать головой, как на Руси говорили Австро-Венгам. Троцкий, который всю жизнь ориентировался на Антанту, пошел против Франции, пошел против Антанты. И он не мог не понимать, чем это чревато. А вторая вещь это военный коммунизм. И Троцкий и Свердлов сказали примерно одну и ту же фразу. Революция уперлась в гражданскую войну, в хлеб, да здравствуй гражданская война. То есть гражданская война и интервенции нужны были им для того, чтобы взорвать ситуацию. Но тут возникает белое движение. У белых не было никаких шансов. Их было мало. Они были плохо экипированы. Хотя в какой-то момент подошли достаточно близко к Москве. То есть была какая-то видимость шанса. Да, Деникинское наступление. Более того, большевики в Москве уже восстанавливали буржуазные знакомства. Но не хватило у них силенок. Просто масса большевистской армии задавили массой. Кроме того, ведь союзникам, так называемым, белых, им нужно было, чтобы Россия разваливалась. Поэтому они, так сказать, часть работала с большевиками, а часть работала с белыми. Так вот, у белых шансов не было. Самое главное, у белых не было проекта будущего. Никакого совершенно. То есть непредрешенчество, это полная ерунда. Но три года белые просопротивлялись за счет просто мастерства этих людей. Кстати, многие люди, которые оказались в эмиграции, они потом показали. Например, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Они показали, используя опыт гражданской войны, как нужно воевать. И вот война Чако между Боливией и Парагваем, когда с одной стороны были наши генералы-офицеры, а с другой немецкие. А мы со стороны Парагвая были? Парагвая, да. Мы победили, потому что у нас был опыт гражданской войны. А у этих только опыт мировой, у немецких генералов. Так вот, три года белые сопротивлялись. За три года, ну, чтобы победить белых, что нужно было большевикам? Создать госаппарат. Создать аппарат. 21-й год, все, победа над Врангелем, все закончено. А тут госаппарат. Какая мировая революция? Тут возник целый, был создан уч-распред, это номенклатура. Этим людям мировая революция уже была не нужна. При том, что и риторика оставалась мировая революция. Но что-то мне подсказывает, что в 23-м году революция в Германии, она не сама провалилась, а ее сорвали из Москвы.